Теперь двигаемся дальше. Как это поможет в постижении своего предназначения? Вот смотрите, расставляем цели для мужчины и женщины по-разному. Высшая цель жизни – это контакт со святостью. Ну так я простым способом это называю, потому что у всех своя вера, свое понимание. Просто контакт со святостью, с какой-то высшей чистой силой, которая дает тебе сначала спокойствие в сердце, потом знание. И потом еще есть два этапа после знания. Если ты еще дальше с этой силой контактируешь, то ты чувствуешь победу, вот здесь вот победу в своем сердце, а потом ты чувствуешь веру. Вот эта вера означает, что в тот момент, когда тебе трудно, ты туда опять обращаешь, знаешь, что тебе точно поможет. Вот это называется вера уже, это практическая вещь. Вера – это не то, что там слепая какая-то вещь, это просто практика. Во что человек верит? То, что ему помогает. Понимаете, во что человек верит, куда идет, когда ему трудно. Это его вера. Чем более высокая вера, тем лучше результат, больше возможности победить судьбу. Кокеисты не помогут жену вернуть. Смотрите, у всех, у мужчин, у женщин, сначала высшая цель жизни. Потом дальше идет. Ну, высшая цель жизни плюс работа над собой. Мы все объединяем это вместе. Ну, потому что трудно разделить. Это примерно одно и то же. Все вместе. Дальше у женщин идет семья. Это то, что жизненно важно для женщин – семья. А у мужчины идет его общественное развитие, работа там и так далее. Вот это уже на втором месте. У меня вчера одна девушка подошла и говорит, Олег Геннадьевич, я понимаю, да, седья на первом месте. Ну, скажите мне, чем ей заниматься в жизни? Кем работать? Я говорю, вы замужем? Она говорит, нет. Я говорю, значит, вам надо заниматься семьей. А как мне ням-ням же хочется? Мне надо кушать, жить где-то. Я говорю, ну, идите где-то, устройтесь и ням-ням будет. Мне же надо как-то вот, чтобы получше. Вот если получше тебе хочется, чтобы зарабатывать, вот тогда ты останешься без семьи. И вот то, что я вчера рассказывал, женщины происходят, это и есть получше, понимаете? То есть, если ты не замужем, значит, тебе надо получше для тебя, означает. Учиться улыбаться, учиться тепло разговаривать, учиться заботиться, учиться готовить, учиться одеваться нормально и так далее. То есть, быть женщиной. Научиться быть женщиной, готовить себя к личной жизни. Но ни в коем случае не думать, вот эта мечта, вот эта мечта, вот этого не надо делать. Вот женщина, когда начинает мечтать, она убивает свою жизнь. Все. Надо не мечтать, а свою силу вот эту вкладывать в отношения. То есть, у меня был такой случай, одна девушка не могла выйти замуж. Я приезжал в ее город, чтобы она помогала готовить нам и так далее. Со временем я спрашивал, когда я выйду замуж. Я рассказываю, смотрю, тяжеловастенько, что-то совсем тяжелая судьба. Я по левой руке это определяю. Там есть паланки пальцев, которые указывают на замуж. Никак. Я говорю, много думаешь о замуж. Что значит много? Даже во сне. Давай с тобой, говорю, вот так решим. Что мы постепенно переключаемся. В смысле на замужестве, на деятельность для других людей. Женскую. Давай мы будем переключаться. Давай мы не будем вот выйти на Луну. А что-то делать. На следующий день год приехал. Смотрю, она уже такая порумянилась. Немножечко такая. Замужем? Нет. А что делаешь? Ну переключаюсь. И нормально уже, как-то она так получше. И на третий год, когда я приехал, знаете, интересный феномен. Я смотрю, девушка такая расцвела, вся такая готова, счастливая такая. Уже я смотрю, люди на нее обращают внимание все. Красивой стала. Говорю, что, нашла себе кого-то? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну, парни, нашла себе. Она говорит, да я об этом вообще забыл. У меня столько подружек, сколько всего хорошего в жизни. Сейчас происходит мне и так нормально. С этими парнями я вообще мне не нужен. Вот. Я увидел это, когда я думал, вот теперь ты выйдешь замуж. Сто процентов. Понятно, да? Когда женщина достигает этой силы внутренней, что она типа... Вася, Петя, выстраивайте себя. Посмотрим еще. Посмотрим, Николай. Посмотрим. Да, она вот такой силы достигает, тогда она точно выйдет замуж. Понятно, да, система? А вот это вот мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Вот это не надо. То есть на первом месте духовной жизни, когда женщина молится, у нее есть силы побеждать. У нее есть возможность вот это переключить все. Потому что переключить все очень трудно. У нее есть силы. Молитва дает силы. Сначала спокойствие, потом знание и так далее. То, что я могу сняла. Дальше семья. Понимаете, личная жизнь. Не институт, не школа, не работа. Семья должна в голове у женщины сидеть на втором месте. Восемнадцать лет стукнуло. Все. Надо заканчивать другие мысли. Можете параллельно учиться там между делом. Работать между делом. Главное, семья для женщины. До свидания, другие мысли, идеи. Все. Развиваем себя как личность. Жизненно важная цель. Женщина должна совершать женские аскезы. Учиться прощать, учиться терпеть. Учиться заботиться. Учиться по-теплому разговаривать. По-доброму себя вести. Девушки ко мне пришли. В мусульманских одеждах сегодня в гости. Они по-теплому разговаривали со мной. По-доброму себя вели. Я такой, знаете, как зомби такой загипнотизированный. Сидел рядом с ним. Несмотря на они все время твои. Четыре раз. Страшная сила. Особо национальных одеждин девушки. Они же, понимаете, вот эти вот бурден-моден. Это что такое? Это когда все открывается. И... Так. Ну, женская энергия. Все открытое. Такой удар. И как бы блок хочется поставить. летящей походкой понимаете и ничего нету одежды мало понимаете это для тупых потому что нормальные люди на это смотреть не будут они боятся слишком много всего сразу невозможно оценить обстановку но тупые все и пошел все это нормально для таких мужиков да нормально потому что у него только одно занятие на уме и все вот а если человек нормальный разумный то надо наоборот побольше закрыть потому что женщина если замуж хочет выйти она должна оставить только самое лучшее лицо лицо это самое чистое и возвышенное в женском теле то что привлекает разумных мужиков а не кобелин и когда женщина так себя ведет у нее стопроцентный уже результат понимаете для того чтобы поймать щуку для этого надо насадить карася а не червячка потому что потому что головастик этот как его ёрш карася не проглотит понимаете да ну то есть идея в чем заключается когда женщина одно лицо оставляет вот как эти девушки которые ко мне пришли сегодня у них одно лицо все закрыто и понимаете вот это вот магнетизм такой вот женщины которые вот в этих национальных красивых одежды он поразительный просто сразу начинаешь уважать человека потому что к женщине с два типа отношений первый тип отношений желание использовать использовать первый тип отношений к женщине и второй тип отношений это уважение уважение вот это уважение возникает с любые национальные одежды любой традиции духовно вызывает уважение женщине всегда и это означает для разумных людей для тех кто замуж возьмет а вот это вот открытое тело все это для других итальянцев то есть женщина должна правильно поставить цели перед собой развиваться как личность потому что красота женщина она не рисуется снаружи она идет изнутри если женщина ведет себя правильно то она изнутри вот сияет эта сила которая привлекает а снаружи если как бы нарисовать все то это будет как в том анекдоте как бы женщина противогаз одела накрасилась к мужу подходит говорит как и тебе сегодня нравлюсь он говорит и чё бровь выщипала противогазе что она значит примерно так же и красилась понимаете то есть это не работает система вот это наложить вот эту маску на лицо не работает система это внешний первый эффект только а потом что дальше ты походишь показать дальше ничего нет потому что дальше это идет сердце женщины то что требуется всем а сердце уже не накрасишь это надо с этим трудиться в этом проблема вот когда вот эти вот вещи расставлены дальше легче потому что женщина когда спрашивает как мне потом дальше вот я уже замужем или геннадий я замужем у меня все нормально вы ко мне одна подошла вчера я сегодня я вчера на консультации вечером кем работать я говорил для вас это принципиально сейчас ну так не очень ну дома устаешь надо работать говорю ну идите вот и работайте где-нибудь какие критерии сейчас объясню критерии женщины где работать вот вот вы когда уже все у вас нормально где работу и сидеть на работе должны опускать пораньше 1 критерий 2 критерий там можно перекусывать нашей женщины покрыть котлёвы это на дней не живет а подклёр Acting мопопилывает перекусывать на работе топить и также чайку можно перекусывать Попить чайку, поразговаривать Ну, чтоб можем тут общаться Вот, и уходить пораньше И чтоб начальник Разговаривал ласково Все, пять критерий Поднимется женщина, которой еще что-то нужно Кроме этого, на работу Есть такие, нет? Ни одна не подняла руку Кому еще что-то нужно? Есть? О, есть! Что вам еще нужно? Зарплата побольше А? Зарплата еще побольше Ну, это уже второстепенная вещь Согласитесь, что если все первые То и замужем А, стоп, зарплата больше, вы замужем? Да И все равно зарплата побольше Но это проблема тогда уж Ну, отцепим бороться Ну, ладно, система ясна, да? Ну, на самом деле Вы найдете себя Женщина, вот смотрите Женщина, которая замужем И она уже Богу молится Она уже замужем У нее психика успокаивается И она тогда легко Начинает чувствовать Чем ей заняться Потому что женщина на работе отдыхает И ей там нужно Просто занять Свои творческие способности У женщины очень творческий ум Ей хочется творить Что-то делать Такое хорошее Важное для людей И она должна Эти творческие способности На работе занять И она найдет, чем ей заниматься И у нее уже не будет проблем Нет Время не поджимает Как бы Она просто будет спокойно изучать И куда-то пойдет И будет там что-то делать Все И это может даже работой не называться Она может там помогать Кому-то заботиться Участвовать в какой-то благотворительной акции И так далее То есть много разных вариантов Для женщины Что делать Для души Понимаете, да? Систему Если муж с пониманием Относится, конечно же Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!